Девочки, всем привет! Сегодня к вам в новом видео, и сегодня мы с вами будем собирать косметичку на май, поэтому, как всегда, без долгих разговоров, начинаем поехать! Начинать будем, как обычно, с лица. Первое, что я выбрала для лица, это BB крем от производителя Mixit. Он практически ничего не прикрывает, имеет сатиновый финиш, но это то, что мне в последнее время нравится. Я либо не пользуюсь вообще никакими продуктами для лица, либо использую что-то прямо вот очень-очень-очень легкое. Смотрите, ну, практически ничего не перекрывающее, но мне это не нравится. Выравнивается общий тон, и кожа остается кожей, скажем так. И, девочки, следующее, что отправляется в косметичку на май, это крем, тональный крем, полноценный тональный крем, который называется BB Beauty крем от производителя Belor Design. Здесь уже однозначно гораздо более высокая кроющая способность. Но все же он все так же ощущается достаточно легко и невесомо на лице. Достаточно неплохо он перекрывает мелкие совершенства, покраснения. Опять-таки, прекрасно выравнивает общий тон. Здесь чуть более желтый. Потом я люблю использовать этот BB Beauty крем с чем-то увлажняющим. Я имею в виду с увлажняющей какой-то базой. Либо также мне нравится жидкий хайлайтер в него добавлять, тогда он еще более прозрачный становится, еще более невесомый. И финиш здесь натуральный, но если добавлять хороший увлажняющий праймер, либо смешивать его с жидким хайлайтером, то получается очень красивый, очень натуральный и полупрозрачный интересный финиш. Припудривать все это люблю прозрачной пудрой от Reluie. Она бесцветная и не дает никакого дополнительного покрытия. Но при этом достаточно неплохо фиксирует все кремовые продукты на лице. Она очень мелкая, очень приятная. Люблю ей пользоваться. Классная прозрачная белорусская пудра. И если мне хочется добавить вместо пудры большего свечения, то я использую вот эту гипоаллергенную пудру. Если я ее наслаиваю, то она у меня идет и как хайлайтер, и как пудра. Если не наслаиваю, а использую большую пушистую кисть, то вполне себе могу использовать в некоторых местах и как пудру. Это у нас производитель Bell, и это гипоаллергенная пудра. Многие используют ее именно как хайлайтер. Это первый тон. Вот так она выглядит. Таким плотным, большим слоем, но если ее распределить хорошенечко, либо, как я сказала, если ее набирать на очень большую пушистую кисть, то, смотрите, просто такое свечение появляется. Здесь вообще нет блесток, появляется сатиновый, красивый атласный финиш, естественно, ее нужно поменьше. И я не люблю наносить ее на все лицо, я люблю ее наносить только на щечки, на скулы, немножко на лоб, на подбородок, а уже Т-зону, нос. Все это припудриваю вот этой бесцветной пудрой от Ренуи. Дальше, девочки, еще один продукт для лица, без которого не обходится ни один мой ежедневный и не ежедневный макияж. Это скульптурирующая палетка от Belor Design. Здесь мне нравится все, и скульптор, и румяна, и хайлайт. Единственное, что хайлайт я использую немножко меньше, кстати, похож он на пудру от Bell, но здесь уже есть такие более заметные частички, и уже как пудру его однозначно использовать никак не получится. Кстати, вот эта штука от Bell, она так и называется гипоаллергенная пудра, а не хайлайтер, но я знаю, что многие приловчились и используют ее именно как хайлайтер. Так, возвращаемся к нашей скульптурирующей порядке. Я вам уже показала, как выглядит хайлайтер. Также здесь самые мои любимые атласные сатиновые румяшки в красивом оттенке коралловом. И скульптор, который я использую и как бронзер, потому что здесь, опять-таки, достаточно неплохой универсальный оттенок. Он не слишком серый, не слишком холодный, и в то же время он явно не самый теплый, поэтому вполне себе пригоден в качестве бронзера и в качестве скульптора. Эта скульптурирующая порядка у меня в первом оттенке, это тон номер один, есть еще второй тон, там все чуть более в холодных тонах. Для бровей в этом месяце у меня будет карандаш от Luxe Visage, потому что хочется мне уже его закончить. Это 103 оттенок. Есть у меня также еще карандашик в 102 оттенке. Он чуть более серый, чуть более холодный. Здесь чуть-чуть более рыжий оттенок, но, тем не менее, мне он подходит, такой шоколадный. И все это фиксирую браумейкером от Belor Design. Здесь уже чуть более прохладный оттенок, такой он с зеленцой, что ли. Классно фиксирующий гель для бровей. Он цветной, как несложно заметить, прекрасно все фиксирует. Я его всегда сравниваю. Когда мне просят с чем-нибудь его сравнить, я его сравниваю всегда с лаком для волос. Потому что очень схож у них эффект. Мои бровки очень густые. Он прекрасно фиксирует и прям закрепляет в нужном месте, в нужном положении. Но с ним можно переборщить, потому что достаточно много выдает дозатор. Поэтому нужно снимать остатки. Итак, девочки, дальше переходим к макияжу глаз. Здесь у меня три моих повседневных, очень быстрых варианта. Это жидкие металлические тени от Luxe Visage, Metal Hype. У меня это шестой, второй и первый оттенки. Я вам уже их показывала. Это очень-очень быстрый вариант. Когда не хочется много возиться, когда хочется такого полупрозрачного финиша на веках, я всегда использую эти жидкие металлические тени. Мне нравятся все три оттенка. И тут уже в зависимости от настроения я их растушевываю. И они такую дымку разноцветную дают, смотрите, в растушевыванном виде. Очень естественно, очень натурально смотрится. Не всегда я даже затемняю складку. Чаще всего использую только эти оттенки. И мне, в принципе, такой эффект очень даже нравится. Ну а для полноценного макияжа у меня в этом месяце будет Riviera. Одна из последних палеток, которую я себе приобретала. Делала про нее отдельное видео. Все, мне в ней нравится, за исключением того, что пигменты очень... Ой, так, здесь ничего нет. За счет того, что пигменты очень тяжело удаляются с век. И надо очень долго возиться. Надо очень долго металлярками. И всем остальным эти пигменты с глаз снимать. Пигментов здесь несколько. Если фиолетовый еще более-менее сносно можно его удалить, то вот этот розовый, ярко-розовый, его практически невозможно вообще ни в чем удалить. И только со временем он как-то с глаз полностью уходит. Приходится маскировать его остатки этого пигмента консилером. Поэтому люблю эту палетку. Все в ней прекрасно. Но хотелось бы, конечно, чтобы менее ядреные были пигменты. Все-таки палетка небюджетная. И, ну, мне кажется, можно было как-то эти вопросы доработать. И еще одна не менее прекрасная палетка, которая просто дичайший восторг у меня вызвала. Это уже производитель Focalure. Палетка называется Sweet as Honey. И смотрите, очень красивая палетка. Я делала с ней очень много макияжа. И для Инстаграма. И делала два, по-моему, макияжа для Ютуб. Не использовала только вот этот, наверное, оттенок из всех. Уж все остальные использовала. Вот это, наверное, мой любимый. Интересный такой металлический оттенок. Он такой зеленоватый, коричневый, серый. Что-то в нем такое интересное есть. Давайте сделаю случай вот этого оттенка, который я не использовала. И давайте покажу вам какой-нибудь, например, вот этот матовый оттенок. Здесь прекрасная пигментация. Очень красивые оттенки. Очень красиво они сочетаются между собой. Что говорит о том, что вполне себе грамотно эта палетка разрабатывалась. И вполне себе грамотно подбирались оттенки. Не перестает меня удивлять этот производитель, потому что и пигменты, и жидкие тени у меня, по-моему, от него есть. И, о, что-то еще и помада у меня есть от этого производителя. Все очень бюджетно, достаточно бюджетно. Это ценовая категория Makeup Revolution, ценовая категория Color Pop. Но качество классное. Очень и очень неплохое. Что касается туши, я все так же продолжаю тестировать тушь от производителя Belita. Называется Flashes. Объем, длина и все, чего можно хотеть от туши. Тушь неплохая. Она такая, знаете, повседневный вариант, что ли, туши. Не слишком драматический эффект, но при этом ресницы достаточно разделенные, ресницы достаточно длинные. Меньше объема она дает. Вот, ну, не знаю, вот эта огромная кисть, она меня, мягко говоря, смущает. И очень часто у меня получаются с ней пятна на веках. Поэтому в этом плане так я ее и не приручила, так я с ней не подружилась. Но сам эффект на ресницах мне нравится, поэтому продолжаю пользоваться. Также, девочки, для лица я достала хайлайтер, жидкий хайлайтер от производителя Reluie. Он у меня представлен в первом оттенке, красивый, золотистый, жемчужный оттенок. Он не слишком желтый. Поэтому при растушевке очень даже неплохо смотрится. Естественно, когда кожа более загорелая, смотрится еще лучше. Но в последнее время мне нравятся жидкие хайлайтеры. Но в последнее время я очень люблю жидкие продукты. Очень мне нравится, какой они эффект дают на кожу, более натуральный. Если я с ними справляюсь, если быстро их растушевываю, то все прекрасно. Если чуть-чуть хотя бы задерживаюсь, чуть-чуть даю времени для того, чтобы они осели и начали впитываться в кожу, в тональную основу, тогда все, как говорится, процесс потерян. Все нужно заново наносить, удалять, потому что остается некрасивая полоска. Но смотрите, если сразу его распределить, то очень красиво, очень натурально, естественно, смотрится. Поэтому буду с удовольствием в этом месяце пользоваться. Девочки, мне осталось показать вам помады, большинство из которых, если не все, будут нюдовыми, потому что я просто фанатею по нюдовым помадам, никак себя не могу приручить и перестроить на что-то другое. Первое, что я вам покажу, это Vivienne Sabo и это 218 оттенок. Прекрасная нюдовая помада, она розовато-кофейного оттенка, очень муссовой консистенции, она не сушит губы, она не стойкая при этом, но, блин, оттенок очень классный. Единственное, что стойкость, конечно, подводит, стойкость не самая шикарная, но за этот оттенок я ей это прощаю. Еще одна помада, опять-таки, совсем не стойкая, Luxe Visage 59 оттенок, это их стандартная линейка, классическая линейка помад. Она дает полупрозрачный финиш, очень этот оттенок схож с цветом моих губ, поэтому, если мне не хочется вообще, чтобы мои губы были заметны, если они в плохом находятся состоянии, если они подсушены, есть какие-то шелушения, и я не использую матовые помады, то всегда прибегаю именно к вот этой помаде, именно к этому оттенку, потому что очень красиво приглашено смотрится. Дальше, девочки, мои любимые пенаты, куда же без них в этом месяце, 23 оттенок. Красивый карамельно-коричневый оттенок, самые мои любимые тона, самые любимые оттенки, это как раз-таки у производителя Luxe Visage. Очень я люблю вот эту карамельную линейку, очень красивые оттенки. И все помады, которые я вам показала, все это я буду дорабатывать с помощью карандаша от Reluie. Этот карандаш у меня в 19 оттенке, опять-таки их новинка, новые карандаши. Они продлили чуть-чуть свою линейку и выпустили карандаши в красивых нюдовых оттенках. По-моему, три карандаша в нюдовых оттенках и один более яркий. Вот у меня 19 оттенок, как раз-таки красивый карамельный розовый нюд, который мне очень нравится, очень мягкий, очень пигментированный. С удовольствием пользуюсь этими карандашами. И, кстати, не могу сказать, что он как-то быстро заканчивается. Пользуюсь практически каждый день и натачивала, наверное, только два либо три раза. Так, мои хорошие, это было все, что я вам хотела показать в этом видео. Это была вся моя косметичка на май. Как всегда, в конце видео хочу пожелать вам отличного дня, чудесного настроения. Очень скоро увидимся уже в новом видео. И всем пока-пока, до новых встреч!